Депутаты фракции партии социалистов сегодня обратились в Конституционный суд с требованием высказаться относительно назначения Нистером Грозаву, исполняющей обязанности примара Сильвью Раду. Таким образом, перед референдумом в народе, называемом антикертуака, на политическом поле появляется еще один влиятельный игрок – Конституционный суд. И от его решения зависит многое, в том числе и ситуация вокруг самого референдума. Нам же интересно понять другое, кто на деле является автором этого назначения, какие цели он при этом преследовал и как это скажется на самой столице. Разбираться будем принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Вильченкова. Здравствуйте. И я представляю моих сегодняшних гостей, те люди, которые, собственно, будут помогать мне сегодня разбираться с этими непростыми вопросами. Виктор Поляков, муниципальный советник от партии социалистов Республики Молдова. Добрый вечер. Михаил Попшой, вице-председатель партии «Майо Санду ПАС». И вам здравствуйте. Добрый вечер. Ну давайте так. Первонаперво, как вы относитесь к самому факту назначения Сильвии Раду на пост, исполняющий обязанности генерального примара? Господин Попшой. В первую очередь, с вашего позволения, госпожа Вильченкова, хотелось бы обратиться к жителям Вадулы и Воды и поздравить их с Днем города, который они отмечали вчера. Я хоть и родился в далекой и холодной Кировской области, но вырос в Вадулы и Водах. Вчера тому городу исполнилось 585 лет. Это очень красивый город. Поздравляю жителей, а также всех жителей населенных пунктов и городов, которые вчера, в День Святого Дмитрия, праздновали День своего населенного пункта. Принимается отступление ваше. Теперь, пожалуйста, по сути. По поводу назначения Сильвии Раду. В том, что касается назначения госпожи Раду на пост временного исполняющего обязанности примара муниципия Кишинев, партия Действия и Солидарности отнеслась к данному назначению очень критично, поскольку мы считаем, что это назначение было неправомерно. Госпожа Раду в прошлых выборах президентских получила 0,3%. Она не является влиятельным политиком, влиятельным игроком на политической сцене, не является даже муниципальным советником. И, насколько нам видится, демократическая партия просто использует ее как своего ставленника временного. И, может быть, даже надеется, что с помощью партии они смогут ее рейтинг поднять до степени, чтобы она могла конкурировать на следующих выборах. Не имея значения, какой расчет демократической партии, наша позиция такова, что данное назначение является нелегитимным, как минимум, а может даже и неправомерным. Спасибо. Пожалуйста, господин Поляков, вы что скажете? Если не тот же вопрос, то мы выскользились по этому поводу, в первую очередь хочу обратить внимание, предварительным заявлением в суд, сначала предварительным заявлением в премарию, где потребовали аннулировать диспозиции исполняющей обязанности, до этого момента исполняющей обязанности премара Нестером Грозаву о назначении Силвераду и Кадрянов функцию также вице-премара, что является по сути нелогичным. Но нелогичным это одно. Второй момент, это то, что было нарушено ряд положений, законодательных актов. Я сейчас говорю о законе об органах местного публичного управления и законе о статусе муниципия Кишинева, который предусматривает ясно, что не имеет права исполняющей обязанности премара назначать функцию вице-премара. Так, как сделал он. Они использовали этот момент, каким образом, мол, два раза представили этот вопрос в повестку дня муниципального совета. Понятное дело, что мы были за то, чтобы снять, потому что это нелегитивно. Соответственно, они решили пойти путем закона и назначить его личным решением, что является нарушением. Мы это все описали в предварительном заявлении и, в принципе, уже сделали его публичным. Любое граждану можно ознакомиться с положением, почему мы считаем его нелегальным. Более того, всем нам известно и в прессе, ведь давно уже вехикулируют то мнение, в связи с которым госпожа Раду является ставленником Плохотнюка. Это практически всем известно. Также в прессе вехикулируют то, что она ведет, вела, по крайней мере, до сих пор личный свой бизнес вместе с рядом членов ДПМ. Соответственно, это все понятно. Поэтому, понятное дело, мы против данной кандидатуры и, более того, против назначения, вопреки законодательным актам. Я благодарю вас за ваши ответы и продолжу, предлагая вам следующий вопрос. Реакция партии социалистов ясна. То есть, так же, как и ваши партии, они высказываются категорически против. Но различие только в том, что они не только об этом говорят, они еще и что-то делают. То есть, вот они обратились сейчас в Конституционный суд с просьбой о толковании. А что будет делать ваша партия, раз вас тоже не устраивает и вы тоже считаете, что это независимо? Какие-то действия вы будете предпринимать? Однозначно. Какие? Но раз уж программа называется «Дело принципа», тут надо уточнить, что, опять-таки, по закону, для того, чтобы госпожа Раду вступила в должность, господин Грозаву должен был объявить или представить ее перед муниципальным советом. И это случилось только благодаря тому, что партия социалистов предоставила кворум для данного процесса. Но это еще полбеды. Ведь могло дойти до того, чтобы не нужно было назначать госпожу Раду. Ситуация такова. Господин Грозаву, и господин Поляков не даст соврать, его мандат вице-примара давно истек. И муниципальный совет, если бы они могли найти компромисс, и они бы приняли в сведении то, что его мандат давно истек, они его могли бы снять, назначить вице-примара, или, вернее, назначить исполняющий обязанности примара, потому что тогда бы не осталось ни одного вице-примара. И муниципальный совет, в котором у партии социалистов самая большая фракция, если бы они сильно хотели, они бы могли найти компромисс, и господин Грозаву не было бы, у него не было бы столько влияния и возможностей. Перевожу для наших телезрителей то, что сейчас говорите вы. Вы сейчас говорите примерно так, виноваты все. А вопрос был в отношении не того, кто виноват, а вопрос был, что будет собираться делать ваша партия, для того, чтобы бороться с таким, как вы перед этим, в первом ответе, вы сказали, что это незаконное назначение. Что вы собираетесь делать? Вот вы говорите, виновники социалисты, они вот в суд подойдут. А вы что? Ну, кроме обращения в Конституционный суд, с точки зрения закона особо делать нечего. А, то есть вы считаете, что нечего? Ну, почему? Ну, можно, конечно, протестовать, публичные акции протеста, это, конечно, тоже нельзя не учитывать. Но с точки зрения закона, в первую очередь, конечно, надо пойти в Конституционный суд. Но ведь, согласитесь, слегка иронично, три дня назад партия социалистов предоставила акворум для этого процесса, и на следующий день они же идут в Конституционный суд. Возвращаюсь, секунду, я позволю, конечно. Я просто возвращаюсь к вопросу, то есть в качестве того, что вы можете делать, в суд вы идти не можете, вы могли бы протесты, но вы их делать не будете. Я вас правильно поняла? Это суд, суть вашего ответа. Ну, почему не обязательно? Я этого не сказал. Возможны протесты, конечно. То есть вы собираетесь протестовать против этого решения? Я понимаю? Я не могу этого исключить. Нет решения партии по данному вопросу, но исключать такую возможность я, конечно, не могу. Я, конечно, тоже не могу, исключая, что завтра не будет снега. Но как-то вот все-таки, знаете, когда смотришь на прогноз погоды, хочется... Завтра будет. Да, вот об этом, собственно, речь. Вам право на реплику, конечно. Право на реплику. Здесь два принципиальных момента. Первый – это по поводу того, о чем говорили, что обеспечили корм. Я хочу спросить вас, а вы что предлагаете, чтобы вы бойкотировали вообще следующие два года работы в Муссовете? И вы предлагаете, чтобы те сотни вопросов, которые должны были давно уже решиться, но опять же из-за тех же либералов, мы не можем за них проголосовать? Потому что нет регламента для того, чтобы проголосовать за ряд вопросов земельных и тому подобное. То есть вы думаете, что это решение ситуации, чтобы следующие два года не выходить на заседание Муссовета для того, чтобы не обеспечить корм, чтобы не вошла Сильвераду функцию примара. Это, по крайней мере, я считаю, не совсем логично. То есть вы хотите сейчас сказать, что вы присутствовали, потому что были в повестке вопросы, которые вы не могли игнорировать. Я правильно понимаю? Абсолютно верно. Есть вопросы, которые нуждаются в решении ижесекундно, прямо вот в этот момент. У нас есть разные проблемы, с которыми сталкиваются в муниципе Кишинев. Я не говорю о том, что есть ряд вопросов социального характера, которые мы приняли и даже на прошлом заседании Совета, но и предстоит еще в дальнейшем. И теперь второй момент. То, что связано с... Уточнили то, что кроме обращения в Конституционный суд больше ничего делать, соответственно, только это и сделать. Во-первых, давайте будем понимать, что вы не имеете права обращения в Конституционный суд, потому что... Ну, здесь он, да, он, кстати, не претендовал на это право. Он просто сказал, что они не могут этого сделать. Второй момент, то, что они бы могли сделать пас, вот в моем видении, то есть мы сразу же отклоняем вопрос обращения в Конституционный суд, но это имеет право лишь депутаты. Теперь уже, с некоторыми изменениями, уже муниципальный совет и еще ряд участников. Но, повторяюсь, единственным, по крайней мере, легальным способом, как можно отреагировать на эту сложившуюся ситуацию, это непосредственно обращение в суд, где бы пас могли бы потребовать также аннулирования этих диспозиций, потому что на обращение в суд в административном порядке... То есть не в Конституционный, а в обычный суд? Да, то есть так, как мы сделали. С одной стороны, это обращение в Конституционный суд, это одно дело. Второе дело, то, что я вот чуть ранее продемонстрировал, это обращение сначала предварительным заявлением к органам местопубличного управления, где мы требуем, чтобы они из офиса аннулировали, и если нет, то тогда уже непосредственно процедура обращения в судебную инстанцию. То есть вот таким действием могли бы и они... Поняла, я благодарю вас. Не знаю, если у вас реплика по УТО, почему вы не обратились в обычный суд? Ну, реплика лишь в том, что господин Поляков буквально сейчас признал, что в какой-то степени ответственность лежит и на парте социалистов, в том, что касается, что госпожа Раду сейчас... Нет, был вопрос, секунду, я не буду, не надо... Был вопрос, вы могли бы обратиться в суд? Вы этого не сделали, так? Ну, в конституционный, конечно, нет, но в обычный суд тоже не исключаем. Почему вы не исключаете? То есть вы можете сделать то, можете то, но пока ничего не делаете. Хорошо, тогда я вам задам наводящий... Прошло только два дня пока. Хорошо, тогда я вам задам наводящий вопрос. Вот смотрите, многие думают, что вот такая... Надо подождать референдум? Вот, кстати, о референдуме, что вот такая позиция связана с позицией партии по референдуму. То есть всем известно, что Майя Санду, лидер, выступила и заявила, что референдуму следует объявить бойкот. Это цитата. Причем она считает, выходом должно стать то, что Дарина Киртуака, по ее мнению, должен уйти в отставку добровольно. То есть референдуму бойкот, и она уверена, она уверена, что Дарину Киртуака нужно добровольно уйти в отставку. Вот я вас сейчас спрашиваю, вы всерьез полагаете, что человек, который сегодня, например, уже заявил о том, что его может остановить только поле в висок, то есть он считает себя до сих пор генеральным примаром. Вот он, по вашему мнению... Но он есть до сих пор генеральный примар. По мнению, да, он должен добровольно уйти в отставку. Вы так полагаете? Ну, это, конечно, было бы решение самое лучшее, как для горожан, так и для политических партий. А вот будет ли это решение? Вот вы же ожидаете. Я, как говорится, ручаться за господина Киртуака не возьмусь, но это было бы правильно с его стороны. К сожалению, политической культуры Республики Молдова нас особо политики не радуют такими жестами, когда они теряют поддержку населения, чтобы они добровольно подали в отставку. Но мы надеемся, что у господина Киртуака хватит храбрости, мужества и политической смелости сделать этот шаг. Когда это случится, я не могу сказать. Я понимаю, но я только обращаю ваше внимание, что вы оперируете категориями. Мы не исключаем это, мы не исключаем это, и мы надеемся. Политика — это искусство возможного. Это понятно, но еще политика — это и действие. Ваша партия как называется? Действие и... Мы готовимся к выборам. Хочется от вашей партии именно действовать. Мы готовимся к выборам. Да, это хорошо. Главное — понять, к каким вы готовитесь. Пожалуйста, господин Поляков, вот вы как это прокомментируете? Давайте будем смотреть трезво на эту ситуацию. Понятное дело, что... Ну да, это действительно идеальный был выход из ситуации. Но также практически любой граждан, осмысливающий ситуацию... Вы надеетесь на это или нет? На добровольно отставку? Не подаст, только если кто-то не сядет у него за... За его голову у виска приставят пистолеты, не потребует этого. Надеемся, что не дойдет до этого. Не дойдет, но и он добровольно не уйдет. По ставку — это однозначно. Это понимает любой граждан муниципи Кишинева. Ну почему любой? Вот партия надеется. Ну, знаете, как надеется. Знаете, уже дальше продолжение. Ну, сэкономить 9 миллионов лей, имея такие надежды, я думаю, что это правомерная надежда. 9 миллионов лей, если есть возможность их сэкономить, то нельзя так легко отбрасывать. Надежды, конечно, юноши питают, но давайте дослушаем. Да, все-таки я хотел до конца высказать свою точку зрения, и в том числе и по поводу вот этих 9 миллионов лей. Давайте, действительно, референдум он стоит. Как и в любой стране. Не будем забывать о том, что в европейских странах, например, в ряде стран проводится и по 10, и по 20 референдумов, причем не местных, а национальных. Но что это такое референдум, по сути? И почему вот в других странах его проводят так часто? Потому что правительство пытается доказать гражданам, что на самом деле их решение имеет первостепенную важность. Поэтому референдум – это институт, который демонстрирует ярче всего принципы демократии. Или вы не согласны, или вы не за демократию. Ну, я думаю, что уже пройдет время, посмотрим. Теперь, другой момент. Я хотел бы ответить. И тот момент по поводу 9 миллионов. Окей, 9 миллионов лей потратится на референдум. А вы что предлагаете, чтобы мы его оставили у власти? Бог его знает, что будет после 19-го. Мы также не можем исключать разные положения. Вполне возможно, хотя я все-таки уверен, что референдум пройдет, но представьте себе такую логику событий, что он не проходит. И что решением суда его освобождают. Он на второй же день может прийти и сесть в свое кресло абсолютно свободно. И он дальше руководит премарией. По сути, человек, опять же, того же Плохотника. Я обязана дать право на реплику. Каждый год, только до конца выскажусь. Каждый год, сколько Дорин Кертуака находился до сих пор, по крайней мере, во власти, каждый год приносит недочет бюджету муниципия Кишинев, слушайте цифры, сотни миллионов лей. Только за 2014-2015 год счетная палата своим постановлением выявила нарушение только за один год. 286 миллионов лей. То есть референдум дешевле получается, если провести по сравнению с... Поняла. Разы дешевле. Зато у граждан появляется возможность высказать свою точку зрения референдума. Коротко, право на реплику и мой вопрос. Вопрос насчет демократичности. Процесс очень правомерный. С нашей точки зрения данный референдум не имеет ничего общего с демократической болью изъявления народа. Мы считаем, что этот референдум является ничем иным, как договорным матчем между партией социалистов и партией демократов. И доказательством тому является прошлогодний референдум, который хотели организовать представители Днеправительской организации. Но демократическая партия не дала им организовать этот референдум. В этом же году, после того, как партия социалистов поддержала проект избирательной системы, демократическая партия сейчас как бы платит обратно долг. В то же время партия либералов, в прошлом году, будучи во власти, Дорин Кертуак был как бы у христа за пазухой, можно так сказать. И ему ничего не сулило. В этом же году, когда либеральная партия уже не является частью правящей коалиции, и они воспротивились Плохотнюку в том, что касается избирательной системы, сейчас вот они пожинают плоды. Давайте сначала так вот пойдем по такому пути. Я хочу понять. Дайте, пожалуйста, оценку деятельности Дорина Кертуака на посту генерального примара муниципия Кишинел за все эти 10 лет. Ну, оценку по 10-бальной системе? Нет, словами. Вот какой это был примар? Это был примар среднего качества, давайте скажем так. А, то есть неплохого, а среднего все-таки. Он мог быть намного лучше, надежды горожан были намного выше, но этот примар, не забудьте, он победил один раз господина Додона, который сейчас является президентом. Правда, с очень небольшим отрывом. Нет, вы с точки зрения, кто кого победил с точки зрения горожан? Горожане. Вот вы горожане? Горожане же его избрали дважды, трижды. Да, с точки зрения горожан, скажите, вот это был средний примар, я поняла, потому что он. Что? Ну, если его горожане выбрали три раза, и во второй раз он победил с сравнительно большим отрывом госпожу Гречану, то, видимо, горожане положительно относятся к господину Додона. А можно я задам вопрос к горожанину, попшою? Вы как горожане, наставьте других. Вам нравится то, что происходило в столице? Я бы хотел улучшений, однозначно, во многих, в том, что касается инфраструктуры города, в том, что касается освещения, публичные... Вы как его работу оцените? Вы как горожане? Я сказал. То есть вы лично тоже оцениваете ее средне? Средне, да. Да, то есть есть к чему стремиться? Обязательно. А вот теперь смотрите, вот пока позиция партии вашей, она заключается к тому, еще раз повторю, не исключаем, не исключаем, надеемся, на референдум не пойдем. Все. Что ваша партия намерена сделать для того, чтобы вот тот примар, которого вы назвали средним, стал хорошим? Мы намерены выиграть выборы в 2019 году. А до 2019 года вот так все будет продолжаться? Сколько в год теряет? Напомните мне цифру. Это сотни миллионов лет. Ого. То есть так будем? Если мы говорим о бюджете, давайте скажем так. Не-не-не, вы не отбежите, вы сейчас отвечаете на мой вопрос. Вы только что спросили, сколько это стоит. Да. Нет, сколько мы теряем в год, я спросила. Вот мне интересно, что будет делать ваша партия вот до эти два года, до 2019. Вы спросили, сколько мы теряем. 9 миллионов на референдум, два тура досрочных выборов еще как минимум по 9 миллионов, это кругло 30 миллионов. Бюджет Кишинева сколько, господин Поляков, в этом году? Несколько миллиардов. Речь идет о другом. 3 миллиарда. 1 процент. 30 миллионов, это ровно 1 процент. Ровно 1 процент. 1 процент это колоссальные цифры. Можно я уточню? То есть эти два года, секунду, то есть эти два года вы не намерены делать ничего. Я правильно понимаю? Будете ждать выборов. Вы так сказали. Ну если господин Киртака вернется в фримарию, он будет исполнять свои обязанности. А если не вернется? Вот Сильвераду. Ну надеемся, что Конституционный суд даст правомерные решения. Я хочу обратить ваше внимание, что вы опять, вы только надеетесь. Спасибо большое. Вам слово. Ну что делать? Страна такая. Ну как, у нас, я знала, что обычно говорили страна Советов. А у нас для партии вашей, у нас страна надежды. Вы не надеетесь на положительное решение Конституционного суда? Мы надеемся на судебную систему. Секундочку, дайте я скажу. Знаете, здесь хорошая пословица. На Бога надейся, а сам не плашает. Не плашает. Вот вы только надеетесь, но плашаете. Прошу вас. Ну это ваше субъективное мнение. Возможно. Я не настаиваю. Понятное дело, что мы надеемся. Я хочу что сказать. Мы все прекрасно понимаем, что судебная система далеко от идеальной. Мы все видим, да и я, как Кирюс, сталкиваюсь ежедневно с разными нарушениями со стороны судебной системы. Но господин Дадон назначает судей, корруппированных. Но в то же время, не назначает судей. В то же время. Повышает. Я вам отдельно покажу все статьи закона, где это указывают. Я предлагаю сосредоточиться на теме программы. Да, согласен. Потому что мы можем, я же сейчас не буду говорить то, что меня не устраивает в заявлениях госпожи Санду. И вас прошу об этом не говорить. Давайте говорить о городе. Спасибо, пожалуйста. Я хочу просто понять кое-какую логику, потому что я немножко не услеживаю. Вы прекрасно понимаете, что все время, сколько Киртуак находился у власти, это недочеты в госбюджет сотни миллионов лей. Это констатированный факт. Это не просто мои слова или чьи-то слова. Это констатированный факт. Счетная палата высказалась по этому поводу. Я уже не говорю о том, что не только на него заведено десятки уголовных дел, но еще и на многих руководителей управления, которых тоже он поставил на эти должности. Именно поставил. Потому что такова ситуация. То есть, это не только он, но еще и его окружение. Это все вместе. Также его окружение высказалось напрямую о том, что все откаты, которые были в муниципе Яшнев по всем проектам, это рук дело самого Киртуакова. Поэтому он сказал и Котец, бывший вице-мэр, и Несторогрозаву это разъяснил, и тот же Гомрецкий, который... Тот же странная ситуация, вот опять же, возвращаясь в судебной системе, которому дали два года, три года условно. И он сейчас очень отлично просидит в своем коттедже. Я поняла, а можно вопрос с банком по сезону партии? Вот смотрите, как вы собираетесь работать в условиях тотального бойкота партии? Вот я не знаю больше партии, которая бы была зарегистрирована в качестве электорального конкурента, и которая выступала бы за этот референдум, за отставку Дарина Киртуака. То есть, вы без поддержки, как вы будете работать? Ну, здесь два момента. Первый момент. Вы знаете, вот часто мы разговариваем с гражданами. У нас проводятся встречи и во дворах, и в учреждениях разных государственных, и частных предприятиях. Мы общаемся с людьми, мы видим, что хотят люди. И люди, ну, подавляющее большинство, они прекрасно понимают, кто мэр, и они понимают, что выйти на референдум нужно. Но это из-за того, что мы проделаем каждый день колоссальную работу, мы общаемся с гражданами. Это очень важно на самом деле. Теперь второй момент. Вообще неясность по поводу бойкота. Давайте вспомним, кто объявил бойкот этому референдуму. Ну, понятное дело, ЛП вместе с Демократической партией чуть ли не единогласно сказали, что объявляют бойкот референдуму. У меня они одни. Да, практически сразу после этого поддержали, в том числе и партия Действия и Солидарности, Майя Санду, да еще и ряд других, партия Настаси также, ряд правых партий объявили бойкот. Ну, странная ситуация получается. Давайте подумаем. С одной стороны, референдума вы не хотите, да, то есть, по сути, вы бойкотируете, вы призываете людей не приходить. Что это означает? Это означает, что референдум не пройдет, соответственно, дело остается только за судебной системой. Здесь тоже все непонятно. Если все-таки его оправдают, то он приходит обратно к власти, и это опять же сотни миллионов лей ежегодно, деньги, которые не поступают в бюджет. С другой стороны, если он все-таки остается, если его все-таки судят, и в решении суда будет написано, что да, действительно признается виновным Дарин Кертуак, и, соответственно, он лишается права в том числе и баллотироваться в следующие кандидаты. Но при этом-то остается Раду у руля премарии. А Раду это кто? Тот же человек ДПМ. Поэтому, бойкотируя этот референдум, по сути, вы согласны с тем, согласны с ситуацией, в которой мы сейчас находимся. Безвыходной ситуации. Нет, это как раз, что они не согласны. Но я хотела бы понять. То есть, вы надеете только на себя? Вопрос был в условиях тотального бойкота. Я правильно понимаю? Или на демократическую партию? Нет, на нем и не надеемся, потому что, опять же, она же сама объявила о бойкоте. Ну, давайте будем смотреть трезво на ситуацию. Представляете себе, каждая партия, которая объявляет о бойкоте, это на самом деле минус, минус, минус в гражданах, которые выйдут на референдум и проголосуют, неважно как. Вы сейчас сами задаете вопрос, и он говорит теперь больше вас. Поэтому я призываю соблюдать паритет, вам вопрос. Мы с вами пытались понять, что вам нужно делать, если два года, если вы ни на что не соглашаетесь. А на самом деле, ведь лидеру вашей партии были сделаны предложения. Да, были сделаны предложения, в том числе, людьми, которые и разделяют ваши взгляды. Они говорили прямо, пусть Майя Санду примет участие в этой кампании, пусть честно заявит, что в Кишневе есть проблемы, что их необходимо решать, что этот примар не самый лучший, а потом баллотируется на пост примара. Знаете, что Майя Санду ответила на это, ваш лидер? Есть цитаты, вы все добрые. Она ответила так же, как и вы. Она тоже не исключает. То есть, понимаете, мы опять добавляем вот это слово. Понимаете? И вот вам как вообще казалось бы? Надо уточнить, во-первых, один неоспоримый факт. Без демократической партии этот референдум не начался бы. Без демократической партии. Оставьте демократическую партию. Ответьте, пожалуйста, за свою. Нет, у меня вопрос, вы потом скажете про другую. Ответьте вначале за свою. Также без демократической партии не назначили бы исполняющие обязанности примара госпожу Раду. Вот, например, такой вопрос вам, госпожа Бельчукова. Давайте вы ответите на мой, а потом вы мне зададите. Я вам обещаю. Это важное умозаключение, связанное с госпожой Раду. Нет, секундочку, давайте будем вежливыми. Вы сейчас отвечаете на мой вопрос, а потом я отвечаю на ваш. Мой вопрос, давайте, вот смотрите, еще одно слово не исключаю в отношении возможности баллотирования вашего лидера. Многие говорят, госпожа Санду, вы же прошли кампанию, вы вот на самом деле уже опытный такой боец политический. Почему бы ей не попытаться вступить в эту борьбу? Потому что до выборов еще далеко, в 2019 год еще далеко, надо еще дожить. Она явно не исключает, так как и многие другие политики не исключают. Господин Чабан, наверное, тоже не исключает. Другие политики тоже наверняка не исключают их участие. Не знаю, вот я не спрашивала ни господина Чабана, ни других, и никто из них пока не употреблял таких слов. Не исключаю. Вы мне обещали, разрешили задать вам тоже вопрос. Вы опытный журналист и политик в прошлом. На вашем месте, вернее, если вы были на месте Плохотнюка, вы бы стали назначать... Я просто теряюсь сейчас. Попытайтесь послушать. Если вы были на месте Плохотнюка, вы бы стали дразнить горожан и назначать таким демонстративным образом госпожу Раду за две недели до референдума? Или бы все-таки подождали, и на второй день после референдума, который бы, скорее всего, не состоялся, вы бы ее тогда назначили? Вы знаете, я, к счастью своему, вы отметили, я не политик, и давать оценки, да, и быть на месте господина Плохотнюка я бы не хотела. Я больше даже вам скажу, мне это просто не грозит. И я чему очень сильно рада. Я о договорном матче и о игре в поддавки между демократической партией социалистов. Я об этом. Вы все время говорите о политической подоплеке, то есть вот всех этих решений, а я все время пытаюсь вас на точку зрения горожан, на хозяйственную. Мне кажется, что это сейчас важнее, потому что когда генеральный примар у нас делал политические заявления, что называется, everyday, да, понимаете, это было не есть хорошо. Вот вы сейчас тоже на политику, а я призываю, знаете, на мой взгляд, примар должен заниматься канализацией, дорогами, водоснабжением и многими другими вопросами. А не должен выходить и давать оценку молодо-российским отношениям, например, это я мягко говорю, было ведь хуже. В том же контексте кандидат в примар от партии социалистов не должен был тоже политизировать на геополитике, потому что в равной степени и партия социалистов, и либеральная партия превратили... А почему скажите, что вы посмотрите, что будет делать кандидат от партии ПАСК? Наоборот, мы старались как можно больше уйти от геополитики, потому что Дарин Киртуак выиграл выборы именно за счет давления... За счет русских танков. Да, на геополитику, что нам придут танки, а вы что, хотите, чтобы сейчас к вам пришли солдаты, забрали все, что у вас в доме и тому подобное? Вот так вот пугали. Хорошо, господа, давайте продолжим нашу беседу, мы говорим о нуждах города. Я предлагаю вам так, смотрите, какое решение конституционного суда, вот по этому поводу, вы ожидаете? Вот они обратились, да? Вот вы, например, как полагаете? Вот вы меня попросили быть плохотнюком, а я вас сейчас попрошу быть господином Панциру. Это вам такой пас, да. Во-первых, с нашей точки зрения, единственным правомерным решением будет аннулирование данного назначения, потому что, как правильно сказал господин Поляков вначале, вице-примар, и еще и вице-примар, у которого мандат давно истек, он никак не может назначать другого вице-примара, да еще который становится в скором времени исполняющим обязанности примара. Но очень важно тоже отметить, что в самой ситуации, когда город остался без мэра, не имея вердикта суда, примара отстранили от должности, да еще и референдум назначили. По рекомендации Хартии о местных и региональных властей Совета Европы, там строго написано, что только в случае окончательного вердикта суда можно снимать местные органы власти с должности. И в этом смысле, наверное, правильно сказать, что не надо рыть яму кому-то другому, потому что можно упасть в эту же яму. Например, в следующий примар, да, может быть от нашей партии, может быть от партии социалистов. И при системе правосудия, которая у нас в Молдове, тот другой примар может оказаться ровно в той же ситуации. При каких-то обстоятельствах, как у многих других мэров и политиков в Молдове, им могут пришить дело, и по этому делу могут их легко снять с должности, как, например, недавно случилось с господином Дадоном. Тоже наверняка неправомерное решение. Все, поняла, не поняла только одного. Какое решение примет Конституционный суд? Вот он, с вашей точки зрения, он объявит назначение госпожи Раду конституционно или нет? Я вначале... То есть как бы, вот, да. Неконституционно, однозначно. То есть он объявит неконституционно? Нет, это то, что мы ожидаем от него. То есть вы полагаете, что суд скажет, госпожа Раду заняла это место незаконно? Мы, это было бы правомерно. Так. А как будет, я спрашиваю? Скорее всего, нет. Нет, имея в виду все решения Конституционного суда за последние несколько лет, конечно, мы бы сильно удивились, если бы Конституционный суд хоть один раз посудил по совести, а не по указке. А вот теперь я благодарю вас за этот ответ и возвращаюсь к вашим же словам. Вот вы говорили, что, ну, что делать вот два года? Вот смотрите, вы ожидаете, что оставит Сильвию Раду. Вы представляете, то есть вот референдум вы бойкотируете и другие, вот не дай бог провалится. И что, и остается Сильвия Раду, потому что вы два года не собираетесь делать ничего. Ну почему? Это ваше умозаключение. Я сказал, что не исключаем протест, не исключаем другие. Не, ну вы все только не исключаете и надеетесь. Вот все. Все, что вы пока понимаете. То есть Сильвия Раду может остаться? Может остаться, а может и не остаться. А, то есть вы будете по-прежнему, вот здесь будете уже надеяться? Ну, с помощью других политических партий можно прессинг устроить правительству так, чтобы они осознали, что... Правительству прессинг? Плохотнюку, не то что правительству Плохотнюку, потому что госпожа Раду на значение Плохотнюка. Я поняла. Вот теперь еще новый прессинг Плохотнюку. Пожалуйста. Вы какое решение вот теперь ожидаете от Конституционного суда? Правильным, правильным, повторяюсь, было бы, если бы Конституционный суд высказал таким образом свое решение, что да, действительно, неприемлемы компетенции исполняющего обязанности генерального примара Монтипи Кишинев и избранным генеральным примаром путем всенародного голосования за него. То есть это, более того, это даже предусмотрено той же хартия, которую упомянул чуть ранее Дом Попшой. То есть по закону было бы, чтобы он признал это все? Да, но беря во внимание, что 5 из 6 судей Конституционного суда являются судьями, у которых румынское гражданство и более того, судьи, которые не раз уже выносили решение в пользу того же Плохотнюка, я ставлю под большим сомнением, что они все-таки выскажутся. Поэтому мы не остались... То есть вы считаете, что это сыграет свою роль, что они граждане Румынии вот в этом вопросе? Может быть, у Каспожирата тоже румынское гражданство? Не. Сейчас, да. Я заметила, вы все время хотите говорить о тех людях, у которых нет в студии, и не могут они вам ответить. Ну, Конституционный суд тоже не в суде. И вы все время, да, вы пытаетесь как-то вот все время что-то сказать, что вот, я не знаю, например, есть ли у нее такое гражданство, честно, у госпожи Раду. Есть или нету, вот... Ну, это первый момент еще. Поэтому мы не остановились только на диасе СИЗА Курте Конституционного. То есть мы не только обратились в Конституционный суд с жалобой. Мы по этому поводу, упомяну, то, что говорил чуть ранее, мы еще обратились к предметным заявлениям. После чего обратимся с непосредственно рисковым заявлением в судебную инстанцию. Это процедурально. То есть мы пытаемся предпринять все возможные способы легальные. Хорошо, вот все возможные способы легальные. Вот протесты, например, вот тоже не исключаете. Или исключаете. Вот будете протестовать? В том числе. Хорошо. Вот если они, вот вы тоже говорили о протестах, и они вот протесты. Вы станете рядом с ними протестовать? Ну, рядом с ними, смотря что подразумевается рядом с ними. Ну, был протест против назначения Сильверадова. Есть известная фотография, если здесь был бы представитель демократической партии, любой. Он бы имел с собой однозначно эту фотографию, когда госпожа Санду, господин Анастасий, усатый Дадон были на встрече то ли посольцы США, то ли представительцы Евросоюза, на встрече с высокопоставленным европейским или американским дипломатом. И вот они вот всегда показывают, упрекают нас в том, что вот мы чуть ли не в коалиции, чуть ли не вот собратья. Я вас сейчас ни в чем не упрекаю, я пытаюсь понять. Вот, смотрите, люди готовы протестовать. Я вам объясняю политические реалии Республики Молгова. А, то есть вы все-таки, вот вы протестовать, вот если будут социалисты, вы не будете. Ну, почему? Не обязательно. Протест не может быть в одном же и том же месте, в один и тот же день. Кишнев большой, можно протестовать, можно чередоваться. Это дело техники. Да, это не только дело техники, это дело идеи. Если было дело идеи, социалисты не поддержали бы изменения избирательной системы. Это было бы дело идеи. Оставьте вычислить избирательную систему. Я задаю вам совершенно конкретный вопрос. Вы говорите, что назначение Раду незаконно. Он говорит, что оно незаконно. Говорит, что готовы выйти на протесты. А вот вы сидите и говорите, я не знаю. Ну, как я сказал, что готовы. Я не уверен, что мы готовы стоять рядом социалистами, исходя из политических реалий. Вот, то есть для вас политика важнее, чем нужды города. Потому что из политических реалий вы готовы. Ну, опять-таки, ваше субъективное умозаключение. Ну, какое же оно субъективное в данной ситуации. Сейчас не соглашусь. Потому что я сказал, что мы можем протестовать. А можете и не протестовать. Нет, вопрос разницы лишь в том... Могу копать, могу не копать. Да. Можем стоять рядом социалистами, либо можем стоять порознь. Вот это разница. А то, что мы не можем протестовать или исключаем данную форму прессинга на Пахотнюка, это я исключать не могу. Вы ничего не можете исключать, я уже поняла. Хорошо, последний вопрос. Вы не использовали обычный порядок. Последний вопрос. У нас очень мало времени остается. Вот смотрите. Есть люди, которые тоже недовольны, которые тоже говорят по поводу назначений. Есть партии, которые занимают другую позицию, чем вы. Вот, например, партия Лянка. Они говорят как? Ну, пусть они... Мы не будем принимать официально какую-то свою позицию, как вы, кстати. Вы что же не принимаете? Вы бы котируете, там как бы... Мне вообще непонятно. Ну, ладно. А сказали бы своим избирателям. Решайте сами. Почему нет? Ну, мы не можем завертывать руки нашим избирателям и сказать им, чтобы там ни в коем случае не пошли... Избиратель в конце концов сам решает. Наша позиция, мы их лишь предостерегаем, что данный референдум является договорным матчем. Игра в поддавки между демократической партией и партией социалистов. Поэтому они должны иметь это в виду, когда они будут решать, идти либо не идти в выбор. В принципе, вы готовы сказать своим избирателям. Решайте сами. Если вам не нравится, что делает Киртуак, идите голосуйте за его отставку. Нравится, бойкотируйте или выступайте. Если вы считаете, что это игра между партией социалистов и партией демократов... Нет, я хочу понять сейчас, что вы начали с чего? Вы обратились к своим избирателям, поздравили их. А вот теперь я тоже на стороне избирателей. Я хочу, чтобы они поняли, что они должны делать. Какова ваша позиция? Я только что объяснил. Идти либо не идти, это сокровенное решение. Но партия Дефицит Солидарности предостерегает их о том, что данный референдум – это договорной матч. А почему могу весомый аргумент привести? Господин Киртуака, ему его не допустили к избирателям компании. Хотя это грубейшее нарушение. Думаю, вы согласитесь. Как нарушение? Он сейчас под следствием. Скажите мне хотя бы одну европейскую страну, две человека, которые находятся под следствием. Секунду. Это второй момент. Секунду, господин Поляков. Господин Чебан написал статус, когда он сказал, что я считаю несправедливый, пусть участвует. Он тоже с либералами сговорился, получается? Нет, это демократическая партия хочет, чтобы данный референдум состоялся. Поэтому они не дают Киртару участвовать. Вы следуете нормам закона в своей жизни? Вы призываете к тому, чтобы люди следовали нормам закона, чтобы мы жили в правовом государстве? Если вы призываете, чтобы граждане жили по законам, то тогда вы, скорее всего, понимаете, что не имеет право подавать заявление о участии в референдуме через посредника. Такой закон, мы не можем его прямо сейчас изменить только под одного человека. Такого не делается ни в одной стране мира. Демократическое, прошу прощения. Он имеет право сочетаться своими избирателями, довести до ума избирателей его позицию. Это его право. Ну, разрешите просто до конца, я вас слушал очень внимательно. Вот это первое внимание. То есть, то, что он сейчас находится под следствием. Как бы себе представлять тот факт, что он, находясь под следствием, он тот человек, который привлекает к уголовной ответственности, чтобы он вышел сейчас на свободу. И вполне возможно, что он через минуту уже окажется в другой стране. Это второе. Я уже сказал, что он стал примаром, будучи под следствием. Стал примаром, и он станет депутатом благодаря вам. Хотелось бы все-таки привлечь ваше внимание на то, что вы немножко вводите в заблуждение зрителей. Каким способом? Вы уточнили чуть ранее о том, что в предыдущий раз, когда попытались, в том числе и гражданское общество, но, обращая внимание, куда входили в том числе и члены партии социалистов тоже, в инициативную группу, вы сказали, что ее не поддержали именно из-за того, что это было гражданское общество, и именно поэтому суд отозвал. Я напоминаю, что члены партии тоже входили в эту инициативную группу. Я вынуждена вас прервать. Что изменилось с прошлого года до сегодняшнего дня? У нас время вышло, я вынуждена вас прервать, хотя, вне сомнения, беседа наша интересна. И мне кажется, что на самом деле телезрители очень много сегодня почерпнули знаний. Надеемся. Да, из того, из ваших позиций, из ваших каких-то рассуждений, из ваших каких-то мыслей. Мне остается вас поблагодарить за то, что вы принимали участие в этой программе, за то, что вместе со мной размышляли о том, как нам необходимо, и что нам необходимо сделать для того, чтобы было лучше. И, конечно же, приходите к нам еще, будем еще беседовать. Мне очень интересно с вами. Спасибо. Обязательно. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!